Готип, точнее, техника, все не поменяют. Первое, ну не сказать, что прям супер легко юник выиграли, там где-то там айви цеплялись, но имха у меня после 20 минут сомнений вообще не возникало, что на Уссоре это выиграют. Вот, исключительно из-за драфта. Вот, здесь сейчас посмотрим, как будут обстоять дела. Пока что у нас в пике Марси, Эмбер, Спирит, Виседж, Лишрак, Тинни и Дум появляются для Клауда, скорее всего, Кристалл Мейден для Блэк Архангела. И получается, что это... Да, что получается? Ничего не получается. Получается дефолт. Лишрак, Мид, Дум плюс ЦМ, скорее всего, на сложный. Ну, может, конечно, Дум, Тинни будут на сложный. Вот, но суть в том, что тут пока ничем не удивляют у нас игроки юник. Ну, в принципе, Айви тоже. Опять у нас Эмбер, Спирит от Моисея, который уже показал хорошую игру в миде против Лишрака. Виседж. Вот, что хочу сказать по поводу Виседжа. Я, наверное, видел последние... Короче, последние игр 5-6, которые я видел, как играет Виседж, это все время какой-то вот 0-6, 0-7 Виседж, выкатывающийся слайны. Я вообще перестал верить в этого героя. Откровенно. Мне кажется, что это... Либо люди как-то научились играть против него, либо это просто какой-то мусор сейчас. Ну, вроде он никак не менялся тоже. И в Рейспакт покупает, и... Ну, что-то как-то вот не получается. У Визажей, и, по крайней мере, у тех Визажей, за которыми я слежу, я смотрю, не получается что-то вообще ничего. Вот. Будет ли эта игра исключением? Сейчас узнаем. Собственно, что еще можно здесь добавить? Можно подумать о банах каких-то от Айви, чтобы Визажу было покомфортнее. Они уже убрали МК. Пуджа есть, снайперы убрали сами Юник. Морф отличный пик будет для... Да для любой команды Морф будет отличный пик. Это слишком сильный герой. Сейчас хороший пик Сларк для команды NoSori. Будет также... Вот. Вот. Что конкретно Визажу еще может помешать здесь? Ну, Сларк-Морф для Юник это... Да, тут Нага еще какая-то теоретически. Может для Юник хорошо смотреться. Не знаю. Банов много нужно хороших сделать. Ребятам из Айви. Ну, я пула Клауда не знаю просто. Ой, Клауда этого. Шуда. Шуда. Не знаю. Пула на чем еще там может играть. Но Айви вообще потратили все свое дополнительное время. Но это скорее всего потому, что... Потому что у них был штраф за то, что они опоздали на первую карту. Я не знаю, на вторую карту он распространялся или нет. Я не обратил внимания. Но вот на первый штраф им влепили. Вот. Есть, короче, определенные трудности. Скажем так. Так, Бэтрайдер банится. Честно говоря, какие-то дурацкие баны совершенно. У Юник столько вообще вариантов, как закрыть. Типа пикаешь Сларка, фривин. Пикаешь Марфа, фривин. Пикаешь Нагу. Ну, я не знаю. Айви, может, смогут чем-то ответить. Тайда вообще берут. Юник. Кэрри Дум, значит, да, у них будет. Ну, я не знаю, чем на это ответить. Явно не ЦК. Ну, опять, Морф. Нага, может... Не, ну, блин, Нага тоже, на самом деле, такое. Идеально что-то Мега Рэнджо, типа Снайпера Дровки. Разор вообще. Ладно, я не знаю. Клауд на Кэрри Тайде. А, стой, Клауд на Офлэй Тайде. Да, и Дум от Шуда. Не, я, честно говоря, как-то мне не верю. Ну, хотя... Блин. Дум очень долго раскачивается. То есть он быстро фармит, но он довольно долго вступает в игру. Если Эмбер Спирит опять выиграет мид, Тайд как-то нажрется на линии против Разора. И Визаж не, ну, типа не проиграет в салат линию свою. То, наверное, у Айви хорошие шансы. Но, блин, очень мне, как бы, не нравится все это дело. Но, сори, 1.3, 3.2 на команду Айви от наших партнеров в Лиге Ставок, друзья. Баннер по трансляции тоже не забывайте. Фрибет до 10 тысяч рублей вас ждет. Не знаю, мне сложно сказать. Давайте сейчас так решим. Какой левел Дота Плюс у Разора? Если большой, то я скажу, что будет три карты. Если маленький, то золотой. Блин, но это вот тоже ни рыба, ни мясо. То есть вроде и не маленький, но и не большой. Короче, ладно. На самом деле, на самом деле, первые минут... Наверное, 25. Вот если лайны будут выстояны дефолтно, первые минут... 25 должно быть, в принципе... Должно быть, в принципе, ну, как бы за Айви. Если они не дотянут до того момента, когда у Дума появится БКБ Шива Аганим, то... Мне кажется, должно получиться у них. Как бы, ну... Не знаю. Не знаю, как вы, друзья, думаете, но мне кажется, может получиться. Так, Манник там свой вард пытается убрать. Ага, 4 руны за командой Носори, понял. Уважаемо. 4 руны. Ну, типа, как? Дум юзлис герой на старте. Не знаю. Не спрашивайте. Не спрашивайте, чат, не спрашивайте. У Undying'а линия 2 Стрэндж Хмели Героя. То есть тут должен быть фулл фрифарм. Вот здесь. Фулл фрифарм. Вот эта линия, она... На самом деле, я уже... Ну, тут нисколько Моисей, прям батёк. Сколько, мне кажется, этот матчап, он, в принципе, в пользу Эмбер Спирита. Вот почему-то мне так кажется, потому что я уже несколько раз видел вот эту вот ситуацию, когда Эмбер против Лешрака. Казалось бы, да, Эмбер милишник, он должен вставать постоянно в станы Лешего. Ну, как бы, там можно уворачиваться фистами, но там же можно фейковать, пока у Эмбера нет стиков. Ты можешь фейковать станы и попадать ими. Но я уже, ну, повторюсь, очень много раз видел, как Эмбер выигрывает именно Лешрака на лайне. Вот, и... То есть, вот тут должен быть выигран милишап, и, ну... Ну, относительно, хотя бы 50-50. И в топе должно быть тоже всё нормально, скорее всего, у Айви. Если они... Как бы, они могут проиграть это в лейте, но если они проиграют это вот как предыдущую карту за, ну, типа, 20 минут будут проигрывать 7000 нутворца, я тогда вообще... Я не знаю вообще тогда. Что вам ещё можно будет тут сказать? Ну, вот Шут, он такой, на самом деле, прикольный игрок. Мне нравятся игроки с таким нестандартным пулом героев, когда... Ну, человек может и на кэри Думи, и на кэри Будже сыграть, и на каком-то там, не знаю... И на стандартных, типа, дровка... Там всяких вот сларкоморфах. Хотя я что-то не помню, что в Шут на этом играл, но просто... У меня в последнее время в башке столько доты, мужики, я... Вы уж не обессудьте. Еда я и старый ещё, поэтому... Могу что-то не помнить. Имею право. Имею право. Слишком много доты смотрю. Так вот. Это очень большое, это очень хорошее качество для кэри игрока, потому что гибкость это крайне важно. Тосует GVM под вышку. Пожмутся стики, дикей, мана не хватает, он умирает. Вот. И в целом здесь как бы... Разор будет фулл фри фармить, да, но вопрос, насколько хорошо будет фармить Тайд, потому что, ну, убивать именно на этой линии, наверное, тяжеловато. Сколько... Столько тебе стоит вгрызться на Разоре в... Ну, там, в какого-то... В Тайда, в Тине, как сразу же в тебя летит Аватос, и всё. Ну, как бы ты... Как бы статиклинг разрывается, и... Беда происходит. Телепортируется GVM, обузит Боттл. Разору особо помощь не нужна, он стоит в одиночку достаточно хорошо. АД пока что свою линию стоит адекватно. АД стоит адекватно. Хо-хо-хо-хо-хо. Нормально, нормально стоит. Крепочки есть, левел есть. Семь раз не умер за четыре минуты. Будем считать, что стоит хорошо. В этот раз, да? Да, и тут GVM просто, ну, типа, рофлит над манником, просто... Торгует лицом, а вот дорофлился, что ему Разора убили. Тоже. Почему он это делает? Он же даже не остался на четвёртую минуту, понимаете? Ему нужно было сейчас остаться. У тебя уже Разор умер. Ну, постой ты до четвёртой минуты здесь, за контроль руну. Эмбер твой пойдёт в топ. Может быть, Лишрак останется без руны. Нет, он пришёл в мид, лицом поторговал, ему убили Разора, он ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили Разора, бежит на линию, руну не контролит. Блин, это, не знаю, это очень странные действия какие-то, так, пошёл лава ТОС, там Бустави, и умирает ещё ДжВМ. Ну, ДжВМ сейчас, походу, не с той ноги встал сегодня. Друзья, не с той ноги. Теперь Купы телепортируются в них. Попадает ребаундом по Маннику, жмётся руна воды, которая Маннику сейчас спасёт жизнь. Почему? Потому что ДжВМ не законтролил эту руну воды. Видите, как в доте всё бывает? То есть каждая мелочь, она вот приводит к каким-то результатам. Вот сейчас Купы ставит сэнтри, видит, что варда нет, ставит дефолтный вард, Манника видит. Понимают, кажется, и на уссоре, что здесь что-то неладно, что-то нечисто. Фисты, членов нет, Манника прогиб не делают. Аватос от Ароу, погибли, скорее всего, в Купе. Манника добрали, хотя, может быть, Купе... Не, там топор, ой, топор, боже, тапок и виндлейс достаточно быстрый. Погибает тем временем, а Виседж в топе, тут он остался один против двух героев, его забрали. Магией просто. Ну, имеем то, что имеем. Как бы вот так. Ну что, особого преимущества нет, по фрагам вообще у нас на уссоре впереди. Поэтому... Поэтому что? Поэтому ничего. Смотрим дальше. Ну, все-таки небольшое преимущество, наверное, номинально есть. Просто проблема в том, что Doom Devour очень много как бы сжирает. То есть, как бы на миде мы видим преимущество на... Хотя там у Развора 2200, на Творс. Ерунда. Балуется Клауд, кастует таунты. О, нашел Клауд стаки, начинает их фармить. У миде проблемы могут быть сейчас у... Блин, ну, Арау, конечно, красавчик вообще. Вот он предыдущую карту очень хорошо отыгрывает. Здесь вот эти вот мулы прям безупречные с его стороны. Прям очень хорошо все делает. Погибает в очередной раз у нас... Тут уже просто три человека, оказывается. погибает Адая, погибает и Купая. Приходит Манник, пытается забрать здесь Антайнга. Получается. Ладно, понятно. 2-0. Походу, тут тоже что-то не особо получается у ребят из Ави. Ну ладно, давайте досмотрим. Что я сразу так захейсил. Ну потому что, блин, я... Я не должно быть такого. Не должен Тайд стоять на Творс больше, чем у Розора на линии с Антайнгом еще. Типа, где-то как вообще? Типа, я могу поверить, что Визаж в топе может умирать в этот раз. Там он на Тайде наумирал... 0.4 слайна выкатился в прошлой игре, но... Там, да, там он так не должен, как бы, мне кажется, умирать. ЦМка плюс... Ну, этот, как его? ЦМка плюс Тайд это достаточно хорошие линии, чтобы хотя бы как-то сдачи давать. Погибает в очередной раз Макс, 0.3. Вот. Купе. Горит. С него дается реведж, попадает под двум саппортом. Че-то прям совсем беда. Врывается Моисей на фистах, забирает Кристал Мейден, горит. Получает Аватос, станд доджет, неплохо. Что теперь? Наримнант ушел, хаста закончилась. Че, по гусю? Гусь будет 4 секунды. И... Есть. Наримнант ушли. Баунти забрали, ресурсы восстановили. Как у Дума дела. Ну, а че? Думу по кайфу максимально. У него... Мидас есть, Деваур в 4. От него ничего особо не требуется. Он мега быстро фармит. Сейчас будет смерть очередная у игрока команды Айви в данном случае. У визажа. Его там как-то бафают, что-то пытаются как-то... Не. Не. Че-то не всплыть, ребят. Пытаются сейчас как-то маника здесь прокинуть. Получается. Подцепили Ароу, телепортируется отсюда. Дума... Почему Разор опять умер? Блин, братишка, ты что, рофлишь? Это... Это... Это как называется? Лучат, ну почему он умер? И Медасик себе поставил. О, наш человек. Можно пытаться как-то Айви играть от больших кулдаунов. Да, от большого кулдауна реведжа и дума. То есть в этом главная проблема. Героев команды NoSori, что у них очень большие кулдауны. И в целом, когда Doom потратил ульту, когда Tide потратил реведж, ты можешь просто пойти и как бы... дать бой врагу. Так, в топе. Tide пытается защемить. Tide выдает реведж. И сейчас защемят, кажется, тут Иви. Да. Без негатива, ладно? Да! Ну, какие-то варианты реально очень тяжело искать, когда начало настолько прям сильно проиграно. Вот с таким вот драфтом, понимаете? Очень тяжело искать какие-то варианты. Очень. Посмотрим, конечно, еще минуты к 10. Может сейчас какие-то стартовые предметы появятся. Там у Визажа, там Рейспак, да? Там Эмбер Молнии купит. Какие-то, может быть, опять-таки в какой-то хорошей позиции там смогут повоевать. Но, в принципе, у Рейдин... У них же даже тимфайты нет, понимаете? Вот. Чтобы камбэкать. Вот. Обычно вероятность камбэка оценивается по силе тимфайта. Ну, типа, неважно, насколько у врага там много предметов и большие левела. Если ты можешь прыгнуть, Блэкхол, Реведж, там, я не знаю, катаклизм, ульт Виномайнсера, агонимный ультимейт Дизраптора, и все умирают, да? Но вообще-же ни одного тимфайта спала нет. Там пытаются пробить Тайда, Тайд рофлет с них, машет Яков. Я вообще, ну что, сейчас Реведж им зарядит, по Реведж на КД. Приятный фраг, конечно, Купи, правда, забирает его. Немножко не тот герой, наверное, которому хотелось бы такой, ну, как команде хотелось бы. К команде хотелось бы, наверное, чтобы Разор забрал, хоть как-то камбэкнул, но получилось, что получилось. Падает бот. У Манника в этот раз игра чуть-чуть поудобнее, хотя матчап на центре у него был точно такой же, но видимо, прошлая карта, он как-то только проснулся, может, не сыграл, не сыграл там в ранке какой-нибудь, разыгрывался. Здесь у него, видите, как прям 4-2 статистика, над ворс третий, все прекрасно, хорошо себя чувствует. На жизнь не жалуется. Короче. Ну вот, в рейс-пак готов у Ада. Практически. Сейчас еще парочку крепочков добьет. Так, Дум-то БКБ дофармил себе, но почти есть. Почти есть БКБ у Дума, друзья. Ондайн покупает себе Холли Локет, но, как говорится, есть один нюанс. Сейчас у меня собака будет гавкать, там что-то стреляет, но барни, перестань. Извините, друзья. Есть один нюанс, у него не выкачан Сол Рип. Вообще. И какой смысл? Ну, то есть, Холли Локет-то он купит, но у него Сол Рип будет в один вкач. Напали на Дума, Дум без БКБ. Это очень хороший фраг будет, если его заберут, но демеджа здесь очевидно не хватает. Очевидно не хватает. Тем временем, еще Андаинга забрали в центре. В общем, какой, как бы, этот вывод я для себя сделал достаточно давно по поводу команды Айви. Просто он в этой игре, он просто подтверждается, что это коллектив, который очень легко выиграет чисто на какой-то предматчевой подготовке. Понимаете? Потому что у них настолько ограниченный пул героев, они просто, вот ты делаешь несколько пиков метовых, делаешь несколько хороших банов, и люди просто не могут найти какие-то варианты, чем им поиграть вообще в доту. И вот мы видим, и мы видим то, что мы видим. Потому что когда они играли сезон регулярный в доте, третий, да, ДПС, третий сезон, они очень хорошую игру показывали. Они выигрывали бреймов без проблем, они там интузобричам проблемы доставляли, то есть там им реально было с кем поиграть, ребятам из Айви. Они прям очень хорошо, мне прям нравилось, как они играют, но я имею в виду относительно команды второго дивизиона, естественно. И вот, но у них ушел кэрри-игрок, и они просто вот, ну, никак, вот, ничего не могут. Хотя там, кстати, и мета была другая, там у них кэрри-игрок на чем играл-то? Он играл там на Бристле, он играл там на Некрофосе, он играл там на Террар Блейде, на Разоре тоже. Сейчас ты этими героями в доту не поиграешь. Возможно, со своим старым составом Айви тоже бы ничего не показывали, просто потому, что у них старый игрок тоже такой чисто там три героя каких-то базовых и ноль креатива. Сейчас так в доту не играют. Ладно, давайте, давайте смотреть. Должен быть тимфайт скоро. Так, Undyank решил отказаться от покупки полилокета и купить себе Мэтч Слеер. Сейчас получит думу на Сэмпер, а даже не получит, просто реведж и БКБш. Все, все умирают. Триплкил для Кристалмейда. Тьф. Забавно. Ну, минус, наверное, основной на Уссоре в том, что у них тавер дэмэджа не шибко много. Весь их тавер дэмэдж это диаболик. Ну, Тайт может на самом деле купить шарт, он же вроде... А, погодите, у него же другой теперь шарт, точно. У него же теперь шарт, который тентакли там станющие. Мини-реведж так называют. Все, закинули думу в Разора, Разор тоже... Кот, чё? О том, что эту игру Айви не выиграют, и скорее всего команды, которым предстоят против Айви играть на Д2Ц, они должны извлечь очень важный урок. Достаточно сесть за день на игру с блокнотиком, посмотреть дота-бафы, прикинуть свои сильные и слабые стороны, взять хороший драфт и просто закончить за 2-0. У Луны вчера не получилось. Так вдрафтилось, что они не очень хорошо всё распикали. Сами там играли каких-то ЦК непонятным. Приходит Разор с БКПшкой, нет Дума, нет Реваджа, БКПшку нажимает своевременно. Два героя поэгипают у Носори, они немножечко здесь заигрались. Было бы приятно забрать Блэк Архангела, у него всё-таки стата 8-2. Там подъехали кэфчики от наших партнёров Лиги Ставок. 1-0-4 на Носори, 8-81 на Айви. Ну, естественно, тут... Естественно, тут без шансов. Дум телепортируется минус Тини. Ну что, попытка забрать Рошана? Или что? Ну, дэмэджи маловато. ЦМка... Ой, какая сладенькая. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нет, не догоняют. Ну, не успеют они Рошана забрать. Стайд рэвэдж 10 секунд. Все заспамнились. Рошан дэмэджа не шибко много. Фармит свой агоним. Ну что? Форсится драк. Ставится тамба. Ну, тут на Усори, конечно, откровенно хамят. Посмотрим, получится ли у них драку выиграть. Нандайн погибает. Марсия живёт какое-то время, но тоже погибает. Шут борется с Эмбер Спиритом. Тамба работает. Тамбу разбить некому. Тут надо Марсе выкупаться и драться уже до упора. Лучше тимфайта у них не будет здесь. Эмбер нормально разваливает. Проблемки у Шуда. Шут терпит, умирает. Ну, я... Типа, ну, хамство. Ну, это просто, ну, типа, хамство откровенное. Типа, зачем здесь драться, вообще непонятно. Будто бы враг Рошана бы задрал. Эээ... Забрал. Забрал. Ещё решил Тинни сбить. А, Тинни досвидал, но Эмбера убил. Ладно, нормально. То есть, вот, тоже непонятное решение от команды No Sorry. Драка совершенно ненужная для них. Рошана этого Ави не забирали. Повторюсь, точка. Не забирали. Никак. Во всяком случае, до респауна Тинни, до момента, когда No Sorry могли бы сгруппироваться в пятером и нормально пойти повоевать. Они могли там подождать десятку секунд, чтобы Дум появился, подождать, пока Тинни за респаец прилетит на аванпост. им просто, видимо, уже пофиг. Они настолько прям уверены в своей победе. Ну, в доте, конечно, всякое бывает, но, повторюсь, этот момент не значит ничего совершенно. С учетом того, что сильно проиграно начало, слишком сильно. Так, как у Разора дела? Рефрешер будет делать. Вот сейчас, по идее, должен начинаться момент в игре, когда Айви сильнее прям прям ощутим. То есть у Разора с хорошего лайна уже должен быть БКБ Рефрешер. Там левел 16-17. Там Дум у нас, допустим, у него такой же должен быть филд, да, тоже БКБ Линз, допустим, у него тоже хороший фарм. Форсится драка, форсится тогда, когда у Дума есть ульты, у Тайда... А, у Тайда нет реважер. Хорошо, у нас действительно хорошая драка. Убили Марси, Марси, выкупается. Дум полетел на Эмбер Спирит, Эмбер Спирита надо забрать всеми правдами-неправдами летит дэмэдж Эмберу очень плохо. Его хилит, его пытается как-то здесь задефать команда, но погибает в итоге Эмбер и без него очень сложно играть. БКБшка заканчивается, купе врывается, попытка забрать Манника. Манник горит, Манник горит, ух, горит, но шут на лоу-кп погибает в итоге. Умирает здесь еще и Марси, которая после бая. Макс борется до конца, Макс дает плазма филд, и вот посмотрите вот на вот эту драку и скажите мне, что я не прав, что вот если бы начало игры Айви выиграли, с 20 по 30 минуту они были бы сильнее. Вот напишите мне это в чате. Ну это же... Ну блин, ну как Айви? Ну вы даете, блин, конечно. Ну а ноу-сори, че? На самом деле собрались с мыслями, провели хороший тимфайт, все грамотно сделали. Ну как все грамотно? Тимфайт, конечно, тоже опять. Ну вообще ладно, это нужный был тимфайт, потому что Рошана здесь уже Айви забирали. Да, то есть отдавать этого Рошана, наверное, желания особого не было. Сейчас у ребят из ноу-сори. Что делать Айви в этот момент? Спавнится Разор, спавнится Марси, жмется смоук, идут ребята забирать Рошана. Что делать ноу-сори? Мне кажется, им не стоит сильно беспокоиться насчет отданного Рошана, можно просто покачаться. То есть этот отданный Рошан ситуации как бы на карте сильно не поменяет. По-прежнему ноу-сори будут впереди. Там только Айегис, который исчезнет через 5 минут. Ни шардов, ни рефрешеров, ни агонимов, ничего нет. Лишрак докачает БКБ, Дум докачает себе Актарин. Не знаю, кстати, за каким бесом ему Актарин этот нужен, но пускай купит. Ладно, раз ему сильно хочется. Ну вот, собственно, Ави делает то, что я сказал. Посмотрим, последует ли моему совету на усори. Не следует моему совету. Посмотрим, чем это кончится. Айегис забирает Эмбер Спирит. Эмбер врывается. Появляется БКБшка у Эмбера. Ревадж пошел. Пытаются выбить Айгис с Моисея. Плазма филд. Марси врывается. Манник очень жестко горит. Очень много дэмэджа получает Эмбер Спирит. Птички сажаются. В рейспак сейчас может быть разрушен. БКБшку Разор нажал. Но на самом деле но усори хорошо как бы драку построили. Они в позиционном преимуществе. Сейчас второй раз могут убить Эмбера. Эмбер получает стан от Дума. Умирает. Эмбер выкупается. На реманте врывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И минус ЦМка. Минус Лешрак. Попытка забрать Шуда. Шут пытается отступить. Фисты чины. Соло Самшин Шут тоже умрет. А я говорил. А я говорил. И еще пытаются Тинника здесь как-то схватить за жабры. Но Тинник скорее всего уйдет. Но это все как бы закончилось не просто так. Это закончилось после байбека Эмбер Спирита. Понятное дело. Что не все так хорошо конечно у Айви как им хотелось бы. Но повторюсь. Зачем это Дракона Уссори? Вот тут любят они вот это вот. Мне кажется вот в Доте нет ничего проще чем понимание макроигры. Вот серьезно. Мне кажется что когда ты играешь уже в Доту там 4-5 лет понять что должно происходить на карте и что выгодно тебе и что выгодно твоему сопернику достаточно просто. Сложно в Доте это иметь широкий пул героев. Сложно в Доте психологически подходить к тем или иным матчам особенно когда ты играешь какие-то ответственные турниры. Сложно в Доте уметь командно играть. Сложно. Но какое-то макро понимание вот именно в статике в моменте что вот типа вот сейчас минута на карте ничего не происходит какое решение нужно принять. Это в Доте самое простое что есть. Но Сори регулярно покапятся с этим. Пошел Плазмофилд Актарин появляется у Дума. Комбэк кстати по золу неплохой совершили Айви. Попытка забрать СМ-ку. СМ-ку погибает. Айви начинает пользоваться вот этим вот своим моментом пика силы который у них получился очень сильно поздно из-за того что они простояли слишком плохо свои лайны. Попытка зафорсить манника на БКБ телепорт но телепорта у него нет но за БКБ он наверное убежит. Или как? А ему даже БКБ не пришлось нажимать. Основная проблема команда Но Сори сейчас заключается в том что Дум может не дать свой ультимейт. Почему? Потому что появляется линка вот здесь Эмбер Спирит Аймбер Спирит голый. Ну короче была бы линка у Розора Эмбера Дум сейчас серьезно бы просел по функционалу ему нужно было бы то есть он свой функционал вернул бы тогда когда купил бы себе Аганим. Но из-за того что он купил себе Актарин очевидно Аганим сильно как бы позже у него появится и вот в момент когда есть две линкин сферы и нет Аганима у Дума можно прессануть своего соперника. Посмотрим наступит ли этот момент вообще потому что Дум фармит очень быстро Эмбер слишком ну как бы мало нетворс имеет в принципе ему Аганим еще надо свой добрать. Вот Разор наверное линку успеет дофармить но одной линки может быть недостаточно ты просто эту линку игнорируешь даешь Дум не Эвразора а Твейбера или Вистар ну или одну линку успеет ну вот Рошан у нас не скоро ну в общем наверное сейчас будет небольшое затишье Висадж так немножко выпадает из фокуса моего внимания а у него кирас уже вот так Тайд Фрейспак Даггер дальше ВКБ Линза Аганим появляется ДжВМ очень быстро погибает Холли Локет купил но Сол Рип уже раскачан Глиф только жмется Сэнш покупается Сэнш Кайя у Лешего Т2 сломали можно Аманфос забирать Бегут в смоках но сори драться они сейчас могут подраться 4х5 ревильнет ли здесь кто-нибудь смоук или нет сейчас узнаем ставятся варды Реведж Ава Тосс Дум не активируется Стики тоже не нажались Дум на Розоре но Розор уже присосался к шуту Шутка кстати умер ЦМ ультанула Ага там гонится за ЦМ и ЦМ очень хотят догнать там со спины сейчас прыгнут другие герои Дум успеет закончиться нет чтобы нажать БКБ еще нет Дум не заканчивается приходит ДжВМ сюда дебафает Лишраха своим мэчслейером Височ начинает как же не хватает с какого-то байпбека вот лишнего вот что Бэмбер пришел сюда как-то и помог и ДжВМ так развернулся ты чечку дал ой дружище ну ты ж зачем ты ж умрешь ну видите опять-таки очередная драка в которой чуть больше было бы у героев команды Ivy они бы ее выиграли просто вот и все то есть вот готовый там готовая линка на разоре в него бы просто не попал бы Дум просто так что он успел БКБ нажать он бы после полностью ну как бы Дум в линку рефрешер БКБ Eye of the Storm все бы умерли здесь вот чисто на исполнении своем Ivy прям наедаются на этой карте Cloak of Flames выпадает был потрачен Ravage был потрачен Дум но за счет Докторина и Квикинин Чарма у Дума очень сочный КДР да они там у нас складываются эти там в какой-то момент они не стакались потом они начали стакаться по правилу максимальной или минимальной полезности я уже не помню как это правило называется ну короче не аддитивно просто как там Миссы например складываются и так далее тем не менее на таком большом кулдауне как Дум это сказывается очень приятным образом фесты чины здесь попытка забрать Лешрака Лешрак нажимает БКБ на ремнантах летает Моисей все ремнанты потратил наверное думает что там нет Дума а нет не все у него еще два Лешрак вышел из тимфайта очень хочется добрать еще здесь героев пускай вас не смущает 10 тысяч преимущества команды но ссори это преимущество которое в Думе за счет его Девауэр Медаса функционал этих 10 тысяч летворца примерно как у алхимиков ультует Марс попытка забрать Crystal Maiden в таверну БКБ нажимает макс попытка загнать Дума в угол Дума успевает нажать блинг не активирует БКБ не активирует ульту ничего не активирует падает два вышка в центре и ребятки из ИВИ сейчас сейчас будут порсить Шуда на БКБ слушайте да приятного мало когда вот так тебя начинают лупить просто толпой сколько там был КФ 8 жёстко Дум без БКБ делает рефрешер посмотрим повезёт ли Айви с Рошаном напомню вам друзья про баннер от наших партнёров Лига Ставок прибед 10 тысяч рублей специально для вас по баннеру по трансляции это ещё кстати керасы не было у Виседжи ну чё походу переобуваться мне придётся да что я сказал что Айви это уже не выиграют очень очень даже может быть эмбер БКБ делает не ну БКБ тоже хороший предмет конечно просто ты можешь его не нажать Рошан полторы две минуты не повезло хотя у Думы уже было БКБ ладно помню 20 уровень эмбер талант на фисты бегут но ссори ищут ищут понимают что Рошан может быть Аркейн Руна у так ондайн напали БКБ нажали ондайн выкупается не очень хорошее начало драки кого-то задумали кажется визажа визаж терпит но брейспак то работает манник уходит отсюда телепортом Тинни умер шуда ондайн пятерка гонит Дума чего чего ремедж на развороте забрать эмбер эмбер стики нажать не успел прожигается марс и прожигается эмбер БКБ нажимает макс начинает выгрызаться тупаут моего лунч от байбек Тинни веселая игра конечно кто выкупался выкупался ондайн ну и понимают ребята тут видите какая ситуация погиб Дум он тавер дэмэдж не дает вообще да это топнет ворс в команде но он тавер дэмэдж не дает вообще весь тавер дэмэдж у манников поэтому пока соперник в таверне можно со спокойной совестью пойти проломать линию падает Т2 глиф не обновляется Дум рефрешер приобретает и падает Т3 вышка на центральной линии по ДФ по-настоящему по-настоящему могут подраться нормально то у них вполне неплохие шансы следующие минут 10 10 15 примерно если но ссори выиграют эту драку ну наверно чудо не случится здесь кого дум в эмбер с 300 голды хорошая тамба куба пытается убить ару потеряют скорее всего каких-то саппортов здесь игроки но ссори вырывается дом 2 дум по разору который без вообще без всего погибает он даем а до пытается не 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 пишем где выходим и в трон ну вот видите как потому что ну нельзя такими пиками line проигрывать не в том что не в том дело что нельзя потому что потом таких комплекс они на сайт ее на самом деле могли бы комплекс если бы просто бы чуть лучше сыграли нельзя потому что это невозможно ну ну не Ну, невозможно. Невозможно линию Undyne Крозор проиграть дайду Тинни. Но проиграли. Так что абсолютно заслуженная победа команды, но сори. Хоть они тоже, конечно, где-то позволяли себе крайности. И вот этот вот момент, короче, вот этот вот тимфайт, если бы ребята не задайвили вот здесь и там Тинни... Короче, там Тинни спас ситуацию. Он выкупился, дал Эволю Штосс и по сути выиграл этим игру. Вот. Байбекается Висадж. Упала пока что только одна сторона. Вторая в процессе разрушения. Манник. БКБ скоро будет. Под себя станы кидает. Лотос его вешает. Клауд. Ассамшены летят обратно. Эмир врывается. Что там по ду-ду-ду есть? Можно и сломить на самом деле. Пытается купая вырубить манника. Манник легенится на Блотстоуне. Реведж есть. БКБшка от Макса пошла. Минус кристалл Мейден. Рефрешер. БКБ. Айов Зе Шторм. Клауды должны будут забрать. Что по байбекам сейчас очень важно. Дайд без бая. Рошан есть. Рошан есть. Рошан какой? Рошан второй. С Шардом. Айви должны этого Рошана забрать. Сейчас Шурт забирает. Играет на гитаре. Убегает. Забирает Аркейн Ру. Захотят ли на Уссоре снова порофлить на этом Рошане, друзья? Делайте ваши ставки. Как говорится. Тинни купил себе Аганим. Вот так вот. Сейчас засыпет. Рука. Так. Там я уже слышу. БКБшку кто-то нажал. Что происходит? Эмбера задумали. Его локетом подхилили. Сулл Рипом подхилили. Первый Дум в помойку. Но есть второй. Все это еще и с Аркейн Руной активируется. Рошан дэмэджа очень мало. Манник стан вешает. Станет. При воле полетела. Птички умирают. Бам-бам-бам. ДжВМ очень много дэмэджа получили. Еще один стан. Прыгает Дум. Стан. Где ульт? Где БКБ? БКБ нет. А Байбек? А Байбека тоже нет. Вот что за рофлы? Ну, сори. Не, стана, конечно, по всем красиво. По треволе полетела. Врывается тинни. Не, ну Ару просто аплодирует стоя. Просто аплодирует стоя этому игроку. В этой серии. И предыдущую карту сыграл безбезупречно. И эту. Покупает Сэмбер. Летит сюда. Манник горит. Маннику нужно дать дебаф. Мэдж слейра как-то. Попытка забрать Ару. Ару. Бай цитает. Дает реведж. Умирает Разор. И умирает Купа. Дум уже может выкупиться. Ему накапало денежка на Бай. Возможно, накапало, потому что Ару забрал Рошана. И чё? И всё. Всё. Пошло прожигание Манника базы. Да, нервная игра, конечно, получилась. ГГ. Серия закончилась. С счётом 2-0. На драфте Айви. На первой карте проиграли. На второй карте у них был драфт, который можно было выиграть. Но они слишком плохо отстояли. Вот такие вот выводы мы делаем из этого противостояния, друзья. Следующий матч начнётся в 17 часов по московскому времени. И это не единственный матч. Матча сразу же 2 стартанёт. На нашем стриме будет игра... Дай бог памяти. Слушайте, я не помню, какая игра у нас будет. Я сейчас вам скажу. Я сейчас вам скажу. У нас будет игра Moon против YNT, скорее всего. А на параллельном стриме будет игра Ancient Tribe против команды Witch King, которые вчера уже играли Ancient Tribe. Это стак Стонбанка, игрока команды DogChamp, который играл в американском регионе. Ну, короче, там есть парни, за которыми можно понаблюдать. Не буду долго разглагольствовать. Жду вас в 18 часов на этом стриме. Не скучайте.